Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем рассматривать новое интересное обновление от компании Xiaomi. Речь конечно же у нас пойдет о стоковых приложениях. Что можно интересного поставить, а также как можно улучшить свое устройство, вы узнаете в этом видеоролике. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас выступает Xiaomi 13T. Кстати говоря, решил ради интереса поиграться подменой между HyperOS. Ну, как бы работает тема, но есть свои определенные моменты. Поэтому, если вам эта вся тема будет интересна, дайте знать об этом в комментариях. Возможно, отдельное видео на эту тему выйдет. О чем мы с вами сегодня говорим? Конечно же, это новые обновления для стоковых приложений. Несомненно, многих интересует вопрос по поводу рабочего стола, ну или же, проще говоря, системной оболочки. Это касается как смартфонов Xiaomi Redmi, так и смартфонов Poco. И забегая наперед, на PocoFone также есть интересное обновление Poco лаунчера. Но об этом я расскажу чуть позже. Конечно же, разработчики за недавнее время обновляют системную оболочку. Новая версия от 15 апреля. Она становится еще лучше. Ваше устройство получит оптимизацию в плане компонента системной оболочки. Вы не будете наблюдать каких-то прям супер лагов, каких-то фризов и тому подобного, что может вас, ну допустим, как-то раздражать. Переходы между приложениями очень плавные. Это очень хорошо, потому что также многие, как бы, говорили, что не хватает некой плавности после последних обновлений. Но так-то в целом хочу отметить, что все происходит у нас очень быстро и без каких-либо затупов. Так что в целом и общем новое обновление системной оболочки можно смело ставить на свое устройство. Если у вас более такого высокого среднего сегмента устройства, там предфлагман и флагман, соответственно, напоминаю вам о том, что можно обновить рабочий стол и получить поиск на рабочем столе. Это все активируется в настройках, ничего тут сложного такого нет. Сам же раздел настроек у нас никоим образом не видоизменяется и ничего нового тут у нас не добавляется. Кроме того, я хотел бы еще сделать определенный акцент на том, что при взаимодействии приложения темы, ленты виджетов и рабочего стола мы сможем активировать те самые виджеты на рабочем столе. И об этом далее я вам расскажу. Получается, если вы хотите получить обновленные виджеты, и да, меня в комментариях поправили, что не совсем правильно говорить, что это новые виджеты, будем говорить обновленные. Вам потребуется обновить, соответственно, ленту виджетов, рабочий стол и приложение темы. И далее вы получаете вот эти самые обновленные виджеты. Если же они вам не нравятся, допустим, вас, если они не устраивают, и вы хотите, ну, стандартную классику, ее, конечно же, никуда не убирают. Она вот здесь находится внизу, где виджеты Android нажимаете и выбираете то, что вам необходимо. Также хочу сделать акцент на том, что не на всех аппаратах эта вся история будет работать. То есть не думайте, что вы там, допустим, на Redmi 13C возьмете рабочий стол, ну, или же системную оболочку, ленту виджетов, новые темы, поставите и получите обновленные виджеты. Увы, такого не будет. Ну, а мы с вами двигаем далее. Хотел бы вам еще рассказать о том, что обновляют стоковое приложение безопасность. Версия 8.9.2. И мы как бы-то плавненько приближаемся к версии 9.0. Возможно, там что-то новое нам добавят. Возможно, не только что-то. А быть может, там целый такой пакет обновлений нам прилетит. Но мы отталкиваемся от того, что есть на сегодняшний момент. И вот, как я уже сказал, версия 8.9.2. От нее не стоит ожидать, что тут добавится тумблер, который позволит из вашего процессора сделать какой-нибудь там Snapdragon 8 Gen3 или Gen4 условно. Не стоит ожидать того, что это обновление вам как бы улучшит и исправит все косяки, которые есть в HyperOS. Ну, в частности, автономности. Но сама оптимизация приложения присутствует. Да и в целом разработчики на этом и успокоились. Потому как, ну, там некоторые фиксы они сделали, понятное дело. И при этом ничего нового у нас, к сожалению, не добавляется. Единственное от себя, что бы я мог бы рекомендовать активировать в этих всех приложениях, это оптимизированная зарядка, если у вас есть такая опция. Ну, а также следить за тем, что у вас в дополнительных опциях активировано. Допустим, очищать память ставьте никогда, а также мобильный интернет тоже никогда не отключайте. Что еще примечательно, из новой версии пропадают обновления ПО. Тут у нас было такое, как дополнительное меню. И, как видите, его, ну, разработчики специально убрали. Следующее обновление, которое также стоит рассмотреть для своего устройства, оно касается суперобоев. Если на вашем устройстве нет по умолчанию суперобоев, можно попробовать их активировать через приложение темы. Вы качаете установщик суперобоев, да и, кстати, все сегодняшние приложения, конечно же, будут в описании под этим видео. Поэтому переходите, скачивайте и устанавливайте на свое устройство. Так вот, вы, когда, получается, установили этот активатор суперобоев, далее заходите в темы, профиль и вверху нажимаете обои. И, что примечательно, MTK Dimensity 8200 Ultra поддерживает суперобои. Хотя, где-то я читал такую информацию, что, ну, не будет он это поддерживать. Но, как вы видите, что все локации у меня доступны и включая ту самую локацию у Луна, о которой уже рассказывалось, показывалось. Ну, и, в общем, если у вас AMOLED устройство с топовым процессором, то вы вот можете спокойно через темы все это активировать. Если у вас по умолчанию нет суперобоев, то вы можете всю эту историю провернуть с помощью Google обоев. Да, как бы немножечко костыли, но что поделать. Еще у нас обновляют приложения такие, как заметки, ну, я на них особо останавливаться не буду. Просто, ну, обычное заврядное обновление, которое просто повышает циферки, а также выполняет оптимизацию приложения. Ну, и последнее на сегодня у нас обновление, оно касается смартфонов POCO. Что имеется в виду, это у нас POCO лаунчер. И, опять же, подопытным у нас выступает POCO F5 PRO. Версия POCO лаунчера у нас самая актуальная, то есть от 7 апреля. В целом, устройство работает очень даже, тоже я каких-то затупов, призов и чего-то подобного не замечал. Ну, и в целом, я вам также могу рекомендовать поставить на любое POCO устройство. Из таких особенностей, что я мог бы отметить, это то, что тут у нас есть новые виджеты. Ну, как обновленные, ну, вы, в общем, меня поняли. И, как бы-то, тема, опять же, прикольная, то, что POCO лаунчер совместим с ними. Если у вас вот такая вот штука проявляется, то есть секунду и крутится просто этот кружочек, качаете любой VPN, через него подрубаетесь, и дальше у вас загрузка происходит. Что же, друзья, вот такие интересные у нас стоковые обновления для наших смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Я, в целом, рекомендую рассмотреть эти приложения для установки, потому что они позволят улучшить вам свое устройство. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть, смело об этом пишите в комментариях. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok